МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, началась пора, самая сложная, самая ответственная пора для абитуриентов. Это экзамены. А вопрос, куда же пойти учиться, еще открыт. И действительно, многие задумываются над этим вопросом. Так вот, сегодня о своих правилах приема, о своих традициях, о своих специальностях нам расскажет Самарский государственный университет путей сообщения в лице. Знакомьтесь, Александра Николаевна Шабалина, начальник управления воспитательной работы, доцент, кандидат педагогических наук. Здравствуйте. И Алексей Михайлович Барковский, ответственный секретарь приемной комиссии. Здравствуйте. Ну, Самарский университет путей сообщения, это действительно тот университет, который завывал свое имя. По крайней мере, в нашем регионе, да и не только в нашем регионе. В чем же его заключается такой секрет, такого успеха? Вот, возможно, так задам вопрос. И какие специальности, собственно говоря, каким специальностями радуете своих абитуриентов? Действительно, университет знаком почти каждому выпускнику Самарской области и далеко за ее пределами. Сегодня мы не просто университет, а целый университетский комплекс. В составе университета четыре филиала высшего образования, девять техникумов железнодорожного транспорта и даже один медицинский колледж. То есть мы покрываем территорию всего Поволжья, и на самом деле мы достаточно известны, и многие о нас знают. Мы готовим специалистов не только для транспорта, но и других отраслей экономики, несмотря на то, что ВУЗ транспортный. Причем готовим специалистов с высшим образованием и средним профессиональным образованием. Если говорить о Самаре, то в Самаре университет представлен пятью факультетами, очными факультетами и одним заочным факультетом, а также Самарский техникум железнодорожного транспорта. Пять факультетов – это факультеты, я их назову, это факультет эксплуатации железных дорог, это факультет системы изучения движения поездов, факультет экономики и управления персоналом, факультет подвижной состав и путевые машины, по-моему, все пять, да, перечислил? Да, и один заочный, и все названия, в принципе, они говорят сами за себя, по каким направлениям готовим мы, тем более, что разных направлений, это более трех десятков, которые объединяют эти факультеты, и по этим направлениям, по всем мы готовим специалистов для, как я уже сказал, для транспорта, и не только для транспорта. Вообще для сферы экономики, в которой необходима новая свежая кровь, скажем так. Да, как сейчас говорят, для экономики все правильно. А какие все-таки самые востребованные специальности? Есть какой-то такой рейтинг у вас? На самом деле все специальности востребованы, потому что мы должны отвечать требованиям рынка, и, соответственно, мы должны готовить востребованных специалистов, которые востребованы нашей экономикой. Ну, если опять вкратце сказать, то, значит, если студент, точнее абитуриент, да, он еще не зачислен, если абитуриент хочет получить знания в области организации, перевозок, управления, разбираться в таких понятиях, как интермодальные перевозки, то это факультет эксплуатации железных дорог, и здесь представлены такие специальности, как эксплуатация железных дорог, техносферная безопасность, менеджмент. И если же студент хочет потом стать специалистом в области строительства, то в факультете строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Здесь как раз учат методам расчета, методам строительства, возведения этих транспортных сооружений. И здесь же такое направление, как информационная технология, то есть если есть желание стать специалистом в области информационных технологий, то абитуриенту надо поступать именно на этот факультет. Очень интересное и востребованное направление, связанное с факультетом системы обеспечения движения поездов. Также одноименная специальность системы обеспечения движения поездов. Здесь представлены такие специализации, как электроснабжение железных дорог, телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта, автоматика и телемеханика, и направление метрология и стандартизация. Сейчас большими темпами идет развитие высокоскоростного наземного транспорта. И это одно из самых таких актуальных направлений на факультете – подвижной состав железных дорог. Здесь учат эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать технику. И еще один факультет, востребованности которого можно судить о том, какой конкурс по этим направлениям – это факультет экономики и управления персоналом. Здесь обучают таким специальностям, как экономика, управление персоналом, с учетом специализации – это бухгалтерский учет, анализ и аудит, это управление человеческими ресурсами, экономика предприятий и так далее. То есть это, вот если посмотреть статистику, этот факультет пользуется самой большой популярностью. Ну, есть на то причины, но тем не менее, сегодня экономика нуждается в специалистах с инженерным образованием, и с каждым годом все больше популярностью пользуются технические направления подготовки. Выпускники не боятся заявлять физику, готовятся к ней, сдают, и потом становятся студентами нашего университета по этим специальностям. В общем, для каждого желающего, который уже знает, чем он хочет заниматься в своей профессиональной жизни, есть что-то, что можно найти, собственно говоря, у вас в университете, правильно? Да, действительно, потому что ведь бывают случаи, когда ошибаются со специальностью, и в данном случае я бы, может быть, даже рекомендовал нашим абитуриентам подходить, в первую очередь, конечно, исходя из предпочтений, кем бы хотел остаться в следующем, но не менее важно смотреть и на универсальную специальность. Потому что если мы говорим об электроснабжении, то электроснабжение присутствует не только на транспорте, но и во всех наших сферах, в том числе и наших квартирах, подвода электричества, освещения, все это тоже входит в компетенцию этих специалистов. Если говорим о телекоменационных системах и сетях, то обычным языком говоря, это связь. Связь, мы понимаем, что на транспорте она отвечает определенным требованиям безопасности, но, пожалуйста, наша сегодняшняя сотовая мобильная связь или стационарная связь тоже универсальная специализация, с которой можно работать не только на транспорте, но и в других отраслях. Ну, я думаю, по всем вопросам, какие-то, возможно, советы вы сможете дать и по телефону приемной комиссии, которую, кстати, уважаемые телезрители, вы видите на своих экранах, и ответить имейл сообщением. Поэтому задавайте, не стесняйтесь. Ну и в конце концов, 202-11-22, телефон нашего прямого эфира, вы тоже можете задать интересующий вас вопрос. И я думаю, наши специалисты, наши гости вам, конечно же, с радостью на него ответят. Ну, приемная комиссия. Совсем скоро стартует приемная комиссия. А в чем особенности этого года? Вообще много ли бюджетных мест? Мне кажется, этот вопрос волнует множество родителей, ну и, конечно же, абитуриентов. Ну, начнем по порядку, да. Каждый год нас не удивляет, а каждый год мы видим изменения, которые происходят в порядке приема, которые отражаются в наших правилах приема. Каждый университет, каждый вуз разрабатывает свои правила приема на основании порядка приема. И изменения те или иные в эти правила вносятся. Поэтому хотелось бы остановиться на тех особенностях, которые произошли в этом году, и напомнить основные этапы, основные сведения, которые касаются абитуриентов. Прием документов в наш вуз начинается с 17 июня, и на очную форму, и на заочную форму продлится до 24 июля. Если абитуриент поступает на очную форму, ну, я думаю, наслужат и выпускники техникумов, кто хочет получить высшее образование, то в этом случае необходимо подать документы до 10 июля, чтобы можно было сдать наши внутренние вступительные испытания и потом участвовать в конкурсе на места. Еще одна особенность, основные сведения, это касается школьников, которые закончили школу до 2009 года. Это на самом деле очень важно, потому что это достаточно большая категория, которые, закончив, ну, или решив получить высшее образование, подают документы в вуз в надежде, что можно будет, ввиду того, что прошло много времени с тех пор, как они закончили школу, можно не сдавать единый государственный экзамен. На самом деле, в этом году, вне зависимости от года окончания школы, если нет профессионального образования, необходимо поступать только к результатам ЕГЭ. Кто успел зарегистрироваться до 1 марта, тот уже, наверное, приступил к сдаче ЕГЭ, и сдадут, и будут иметь возможность поступить в вуз. Ну, к сожалению, те, кто этого не успел сделать, остается тогда ждать следующий год, чтобы успеть подать заявление на сдачу единого государственного экзамена и сдать его. В этом году кто-то уже обратил внимание, потому что некоторые вузы уже опубликовали, должны были уже все опубликовать контрольные цифры приема, 2% от общего объема контрольных цифры приема мы отдаем под прием крымчан. Поэтому, если нас смотрят и видят люди, у которых есть родственники в Крыму и хотят получить образование здесь, в Самаре, то почему бы нет? В рамках этих выделенных бюджетных мест мы можем провести прием почти на все наши специальности по, скажем так, по упрощенной схеме, то есть там предусмотрено только одно вступительное испытание по математике и быть зачисленным уже в июле на бюджетное место. Также мы не обходим стороной и лиц, имеющих особые права. К ним мы причисляем детей-сирот, детей-инвалидов, под которые мы также выделяем 10% бюджетных мест от общего объема, которые могут к нам тоже поступить в рамках тех цифр, которые мы выделили. Ну и там конкурс, соответственно, чуть поменьше, чем по общему конкурсу. Хотелось бы обратить внимание на сроки зачисления. Они тоже немножко изменились. 30 июля мы зачисляем целевиков, льготников. И после того, как мы их зачислим, у нас освобождается часть еще дополнительно бюджетных мест в общем конкурсе. И в августе в два этапа мы зачисляем по общему конкурсу. Причем процедура в этом году, на мой взгляд, стала значительно прозрачнее, более понятная как нам, членам приемной комиссии, так и абитуриентам. Что немаловажно. Сейчас зачисление разбито на два этапа. Первый этап – это зачисление до заполнения 80% бюджетных мест. И второй этап – до заполнения, оставшиеся до заполнения всех 100% мест. Поэтому, если абитуриент видит, что он попадает в те 80%, которые мы зачисляем… Сразу формируются. Да, он может принести оригинал и быть зачисленным, и уехать на оставшееся лето отдыхать, может быть, спокойным, что он уже стал студентом университета. А подавать непосредственно нужны оригиналы, то есть можно копию подавать? Да, можно подавать или оригинал, или копию. Но об этом мы еще, наверное, поговорим. Хорошо, ладно. Вы сказали то, что действительно множество льгот выделяются студент-абитуриентам из Крыма. И вот хочется спросить. Действительно, очень много студентов обучается у вас с разных регионов. И им нужно знать, есть ли общежития. Представляете, какие-то места для проживания на каких условиях, какие-то общежития, сколько их, как? Спасибо за вопрос, потому что он действительно волнует в первую очередь тех, кто приезжает к нам из регионов. И мы рады сообщить нашим телезрителям, что у нас есть все условия для того, чтобы принять их в нашем студенческом городке. Потому что вот уже второй год, как у нас в университете начал функционировать студенческий городок. Это способствовало тому, во-первых, что мы оптимизировали количество мест, которые у нас находятся в общежитиях. И мы теперь можем предоставить большее количество мест для студентов и нагородних. И причем общежития комфортабельные и расположены рядом с учебными корпусами. То есть у нас на улице Свободы 2В, которую мы предлагаем телезрителям, находится целый комплекс учебный. То есть у нас здесь расположено основное общежитие на 1700 мест. И буквально из окон этого общежития можно увидеть наш спортивный комплекс. То есть очень удобно, отучившись, посидеть, вернее, пойти в общежитие, отдохнуть, как-то покушать. И можно вечером, пожалуйста, тренироваться в нашем спортивном комплексе. Вот на сегодняшний день у нас отсутствует очередь в общежитии. То есть мы удовлетворили потребности в общежитии тех студентов, которые имели в этом потребность. И вот я хотела бы уточнить, что Алексей Михайлович, конечно, сказал о крымчанах. Вот это категория студентов, которых мы, конечно, будем в первую очередь обеспечивать общежитием. Ну, кроме того, у нас есть особая категория студентов, о них мы уже упомянули, да, то есть они имеют преимущество и при поступлении, и при заселении в общежитие. Это студенты, значит, лишенные попечения родительского, это студенты из многодетных семей, студенты, которые имеют целевое направление, они могут рассчитывать тоже на места в нашем общежитии. И студенты, которые заканчивают школу, закончили школу, значит, с какими-то грамотами, может быть, медалей, дипломы, участники Олимпиад, победители Олимпиад. Мы, конечно, в каждом случае подходим индивидуально при заселении, и если есть какие-то заслуги уже, если учащийся уже проявил себя как-то, то мы, конечно, с удовольствием предоставляем ему место в общежитии. Идите ему навстречу. Конечно. Я предлагаю пойти навстречу нашему телезрителю, который дозвонился до нас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Можно ли перевестись в вашу вуз с первого конца плитехнического? Спасибо большое вам за вопрос. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, чтобы вы поняли. Константин. Константин. Спасибо большое, Константин, за вопрос. Вообще, можно ли перевестись? Давайте с первого конца. Да, перевестись, безусловно, можно. Для этого необходимо, если без потери курса, то, конечно, желательно закончить первый курс, закрыть полностью сессию. Далее необходимо будет обратиться к нам, как принимающей стороне, посмотреть, сравнить учебные планы, по которым занимался студент, чтобы посмотреть, в каком объеме студенту нужно будет доздать те дисциплины, которые не проходили в другом университете. Здесь, сейчас надо, на этом этапе, сейчас уже определиться, на какую специальность Константин, да, хочет перевестись, подойти или подъехать к нам. Мы тогда сходим вместе к декану, посмотрим, на каких условиях мы можем перевести. Спасибо большое вам за ответ. Ну, я думаю, наши телезрители, у которых, возможно, возникли аналогичные вопросы, поняли, что, в принципе, опять же, индивидуальный подход, необходимо посмотреть план занятий, которые он уже освоил, сопоставить их с занятиями, с лекциями, которые ему необходимо освоить еще, может быть, задать, задать. Да, задать что-то, какие-то предметы. Причем, в принципе, это самый удачный период, это как раз летний период. Как раз сейчас. Да, сейчас надо уже переводиться. Хорошо, спасибо вам большое. У нас есть небольшой видеофрагмент о вашем университете. Это такой некий день открытых дверей. Пусть наши телезрители в прямом эфире, пусть наши телезрители познакомятся со стенами Самарского государственного университета путей сообщения, а после вернемся в эфир и продолжим нашу беседу. Звучит торжественная песня. Кин Сангутс. С таких напутствий начинается каждый новый учебный год в этом ВУЗе. Вот уже больше 40 лет подряд. Впервые появившийся на карте России еще в 1973 году, сегодня это учебное заведение считается крупнейшим транспортом университета по Волжье, филиалы которого на той же карте теперь едва умещаются. Самарский государственный университет путей сообщения. Это не просто ВУЗ, а целый университетский комплекс, который помимо Самары представлен в Оренбурге, Уфе, Рузаевке, Орске, Пензе, Саратове, Аллатре, Ртищеве, Казани и Ижевске. Повторяю оборудование ИСК-400G с емкостью 400 номеров уже не соответствует необходимой требованию. А так каждый учебный год традиционно заканчивается. Студенты шести факультетов ежегодно успешно защищают дипломные работы и отправляются покорять транспортно-логистические предприятия страны, где и отстаивают честь родного ВУЗа. Сегодня в Самгубс обучается почти 25 тысяч молодых людей из 15 субъектов Российской Федерации. И каждый из них может приложить свои силы к исследованиям по самым актуальным научным направлениям, среди которых газотурбинные технологии и газомоторное топливо, инновационные подвижные составы, энергосбережение и энергетическая эффективность, транспортная безопасность, алюмоводородная энергетика, высокоскоростные пассажирские транспортные системы и логистический анализ развития транспортных систем. А этот молодой человек – гордость ВУЗа. Его имя известно и в родном университете, и в регионе. Послужной список его достижений – это доказательство того, что студенты Самгубс могут развиваться не только в учебном, но и творческом, и личностном плане. Студенты Самарского государственного университета путей сообщения ежегодно принимают участие в значимых федеральных проектах. Только за последние несколько лет они успели поработать в составе стройотрядов на главной олимпийской стройке страны, а после уже в роли волонтеров на самих Олимпийских играх в Сочи. Вот наш ректор, ну и еще начальник дороги там все, они бам, строили, а мы строим Олимпийские игры. Есть что рассказать? Как приняли нас тепло здесь? Хорошо. То есть условия какие идут благоприятные. Люди объясняют, мастера, прорабы. Каждый знает свое дело прекрасно. И нас учат этому, потому что мы будущее поколение, нас нужно обязательно готовить. Со спортом у студентов Самгубс тоже все складывается. Имя выпускника Самарского университета Станислава Донца, признанного чемпиона мира по плаванию, сегодня известно практически каждому. Руководство вуза уделяет большое внимание массовому спорту и пропаганде здорового образа жизни. Студенты же имеют постоянный доступ к современному спортивному комплексу, оборудованному плавательным бассейном, тренажерным залом, залами настольного тенниса, борьбы, бокса и игровых видов спорта. Участие в международных образовательных проектах, программах обмена и обучения иностранных студентов – это то, без чего современный вуз и не вуз вовсе. Самарский государственный университет путей сообщения в этом вопросе на пике моды. И неудивительно, на существующей базе местные преподаватели могут такое, чего и некоторым иностранным вузам не снилось. В университете уже действует Центр неразрушающего контроля объектов железнодорожного транспорта, Испытательная лаборатория охраны труда и промышленной экологии, Научно-образовательный центр сертификации, диагностики, экспертизы энергетической и промышленной безопасности, а также малые инновационные предприятия. И все это далеко не предел. Всего два года назад Самарский университет стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов ИНИ России», а после вошел в число победителей третьего конкурса на предоставление грантов ООО РЖД. Если кому-то нужны доказательства, обо всем этом студенты СамГУПС готовы рассказать лично, а если что, даже показать. И уж плохого они точно не посоветуют. Абитуриенту на заметку, так звучит наша тема сегодняшнего эфира. В гостях у нас Самарский государственный университет путей сообщения. Ну и мы продолжаем беседу, собственно говоря, немножечко уже рассказали про приемную комиссию, и хочется уточнить про план приема студентов. И сколько бюджетных мест все-таки, с какими бюджетными местами вы располагаете? Так, количество мест бюджетных у нас из года в год сохраняется на одном и том же уровне. В этом году нам утверждены, которые цифры приема в объеме по очной форме 674 места, и по заочной форме 285 мест. Причем основная часть бюджетных мест осредоточена по специальностям, по инженерным специальностям. Это наши 4, даже 5 железнодорожных специальностей. Это наземные транспортно-технологические средства, системы обеспечения движения поездов, эксплуатации железных дорог, строительство железных дорог, подвижной состав. То есть это вот те основные наши специальности, где у нас есть бюджетные места. В очень таком большом объеме. Ну, цифры действительно поражают. Ну, есть вузы, у которых и больше бюджетных мест, но мы находимся в лидерах. Дело в том, что эти специальности, они наиболее востребованы сейчас на рынке труда. Именно вот в нашем основном работодателе, это ОАО РЖД. Поэтому мы готовим специалистов, для которых уже предусмотрены рабочие места. Давайте с вами о трудоустройстве поговорим чуть-чуть попозже. А сначала хочется уточнить, есть ли какие-нибудь, может быть, льготы, какие-то поощрения, наверное, для абитуриентов, не знаю, с какими-то заслугами, наградами? Как уже ранее я сказал, это федеральная льгота, особое право для детей, которые лишены опеки родителей, которые остались без родителей. Это инвалиды, дети-инвалиды. Это федеральные льготы, которые, в принципе, предусмотрены во всех вузах. Кроме того, в этом году каждому вузу дали возможность учитывать индивидуальные достижения поступающих. Льготы, конечно, не назовешь, но, тем не менее, небольшие плюсики в этом есть. Так, в нашем университете мы учитываем такие индивидуальные достижения, как высокие достижения в спорте, это в том числе наличие звания кандидата в мастера спорта или мастера спорта. Также мы учитываем, если абитуриент сдал нормы ГТО, поэтому за это индивидуальное достижение мы начисляем два балла к тем конкурсным баллам по ЕГЭ, которые абитуриент будет заявлять. Также мы учитываем наличие аттестата с отличием, за это можно получить дополнительные четыре балла. Также, поскольку мы являемся, скажем так, одним из центров волонтерского движения, то мы тоже не можем остаться в стороне, и за то, что абитуриент участвует в этом движении, является волонтером, мы начисляем также четыре балла. И, конечно, можно поддержать победителей и призеров олимпиад, которые мы проводим. Университет, а мы проводим две олимпиады, это экспресс-надежда, паруса-надежда, которые уже завершились, там уже определены победители и призеры, и им также мы отдаем дополнительно два балла. То есть, если у абитуриента есть что-то из перечисленного, мы за это начисляем дополнительные баллы, еще раз повторюсь, к баллам единого государственного экзамена или к баллам вступительных испытаний, и, соответственно, можно поднять свою позицию в рейтинге, в рейтинге, в рейтинге, в списках поступающих. Хорошо. Ну а теперь трудоустройство. Вопрос, наверное, который волнует каждого студента, что же делать после окончания университета. Есть ли гарантии? Безусловно, гарантии есть, но я хотела бы добавить. Добавить. Вот в помощь абитуриентам сейчас есть такая очень хорошая особенность в школах. На каждого учащегося составлять портфолио. То есть, если абитуриенты приходят у нас уже с определенным сформированным портфолио, в котором указано все, что он делал в школе, все его достижения, собраны грамоты, какие-то фотографии, конкурсы, где он участвовал. То есть, если он появится у нас в приемной комиссии с этой вот папочкой, в котором аккуратно сложены все грамоты, все достижения, все награды, а у нас были такие случаи, то мы, в общем-то, ставим, как бы прибавляем вот этот вот балл, для того, чтобы человек уже, придя уже из школы, он уже как бы заботился вот о своем имидже. То есть, все это не зря, уважаемые школьники, если вы участвуете в каких-то мероприятиях, в волонтерском движении. Да, и если у вас есть портфолио, собирайте, приносите, мы это все будем учитывать. Ну, а теперь о трудоустройстве. Ну, конечно, то, что мы являемся крупным отраслевым вузом нашего, вот, ВАО РЖД, это, конечно, большое преимущество дает нашим выпускникам. Потому что, кроме того, что в ВАО РЖД разработана специальная программа поддержки выпускников именно транспортных вузов, им уделяется особое внимание ВАО РЖД, то есть для них разработана целевая программа поддержки карьерного роста и обеспечения всем тем необходимым, что нужно для молодого специалиста. Кроме этого, у нас проходит распределение. То есть после того, как выпускники проходят преддипломную практику, у нас приезжают представители с различных дорог, то есть это юго-восточная, по-моему, южно-уральская, северная, горьковская дороги, и предлагают рабочие места для наших выпускников. То есть вот в этой части, если вы хорошо учитесь, если вы научились дошать его курсы, проявили себя, то приезжают уже за вами, приезжают целенаправленно работать. То есть не вы ищете работодателя, а практически меняется ситуация. Да-да-да, то есть к нам сам ГОПС приезжают представители с дорог уже с предложениями конкретными. И если, конечно, вы решитесь поехать на север, допустим, попробовать какой-то климат, да, вот отличный от нашего мягкого Самарского, то вам предложат и квартиру, и какие-то уже определенные заработные платы. То есть здесь есть возможность изучить географию нашей страны, так сказать, вот после окончания нашего ВУЗа. И кроме того, еще какая у нас особенность. Во время обучения в ВУЗе наши студенты имеют возможность пройти производственную практику именно работая проводниками и вот посмотреть на нашу... Опять же посмотреть на нашу необъятную Родину. Да-да-да, опять вот эта особенность, она очень прекрасная возможность. Причем поездить по стране еще, получая за это зарплату проводника, и очень многие у нас студенты пользуются этим, независимо от той, на какой специальности они учатся, электроснабженцы или это управление, или это строители. То есть с удовольствием идут на курсы проводников и работают потом проводниками. Ну вот, по-моему, я ответила на вопрос о трудоустройстве. Что здесь волноваться не приходится. Да, причем конкурс у нас вот проходит и среди тех, кто предлагает работу, на тех, кто хорошо учится. То есть если вы имеете отличный диплом, то вам на выбор предлагают там несколько рабочих мест, какого-то уже такого хорошего количества. Спасибо большое, да, действительно, очень хорошее условие выбора работы. Мне кажется, многие на это обратят внимание. Мы видели из видео, что не только, конечно же, студенты проводят свое время за партами, лекции выслушивая и семинары, но еще множество каких-то интересных мероприятий. Это и в конкурсе, и в фестивале. Вот про внеучебную деятельность расскажите, пожалуйста. Безусловно, вот это вот наша особенность нашего ВУЗа, причем очень яркая особенность, заключается в том, что, как правило, и сама железная дорога, и работа на ней предъявляет повышенные требования и к здоровью, и к личностным качествам обучающихся. Поэтому особое внимание мы уделяем здоровому образу жизни и спорту, развитию спорта, о чем было как раз в ролике и было показано. Александра Клановна, извините, перебью вас на немножко, потому что у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, с каким вопросом вы к нам пожаловали? Мне очень хотелось узнать, существуют ли подготовительные курсы? Ну, я имею в виду, если 11 класс, например, ребенок еще учится в школе, но хочет поступать в ВашУЗ. Может ли он в течение 11 класса ходить на какие-то подготовительные курсы, которые потом ему помогут поступить в ВашУЗ? Спасибо большое, Ирина, Вам за звонок. Я думаю, наши гости ответят на Ваш вопрос. Я, пожалуй, отвечу, да. Поглавительные курсы у нас действительно существуют. Мы осуществляем подготовку как к сдаче единого государственного экзамена, так и к сдаче вступительных испытаний, которые мы проводим самостоятельно. Ну, здесь прозвучал вопрос про 11-классников, то есть здесь однозначно надо будет сдавать единый государственный экзамен. И мы можем предложить большой перечень курсов как по продолжительности, так и по набору тех предметов, которые надо будет сдавать. То есть можно выбрать годичную программу и готовиться только по одному предмету, например, по физике, да, или же выбрать все три предмета или четыре предмета. То есть по нашему профилю мы осуществляем подготовку к сдаче единого государственного экзамена. За подробностями обращаться, опять же, по телефону приемной комиссии, возможно? Да, можно с подробностями обратиться по этому телефону, мы проконсультируем. Спасибо большое. Ну, а теперь давайте вернемся к самому интересному, потому что студент, мне кажется, студенческие годы – это всегда самые яркие годы. И хочется, чтобы действительно как-то и организация вуза делала их ярче. Конечно. Так вот мы остановились на том, что в ролике была показана часть нашей студенческой спортивной жизни, особенно это ярко отражено. Безусловно, вот спортивная жизнь наша, она протекает очень интенсивно. У нас запланировано и проводится, ну, просто, можно сказать, огромное количество спортивных мероприятий, где участвуют наши студенты и на региональном, и на областном, и на всероссийском уровне. Но мне хотелось бы говорить здесь не о достижениях, а о возможностях тех, кто к нам вот только что собрался поступить. Во-первых, я уже говорила о том, что у нас есть светлый, современный спортивный комплекс. Да, мы видели немножко. Да, 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 да. И он представляет, в нем представлено, вернее, около 20 видов спорта. Перечислять только их здесь займет очень много времени, эфирного. Ну, это такие традиционные, как, значит, волейбол, женский и мужской, мини-футбол, пауэрлифтинг, борьба, теннис. И плаванием, опять же. И плаванием, безусловно. О плавании уже было сказано в ролике. Для девушек мы предлагаем маковую аэробику, хип-хоп, какие-то современные танцевальные направления. И если какие-то особенности там возникают, вот в процессе организации тренировок со студентом, если, допустим, группа студентов желает обучиться каким-то современным танцам, то наши тренеры, то есть те, которые преподают на кафедре физкультуры, они с удовольствием создают эти группы и тренируют тоже для того, чтобы студенты могли выразить себя, так сказать, творчески. Творчески, да, выразить себя творчески. Ну, немножечко остановлюсь именно на творчестве. Вот здесь мелькнули кадры с нашим золотым голосом сам Губс, это наш Красильников роман. Он действительно обладает уникальным баритоном. И вот 5 мая был приглашен в Москву на Поклонную гору, где во время церемонии передачи Знамени Победы исполнял вот нашу такую финальную песню. То есть вот достоился такой чести. Но это не... вернее, как это один из наших таких брендов, сам Губс. Еще у нас есть замечательные коллективы танцевальные. Причем самое удивительное, что вот в нашем техническом вузе возникают коллективы, которые предлагают, говорят какое-то новое слово творческое, вот, казалось бы, в таком традиционном виде деятельности, как танцы. Например, вот сейчас у нас второй год уже выступает не только у нас на нашей сцене, но и на городских, и на областных сценах наш танцевальный коллектив «Монс». Вот в этом коллективе участников, 12 человек участников, и многонациональный коллектив, вот, по-видимому, слияние вот разных культур, разных народностей, позволило вот так создание вот такого креативного, танцевального нового направления, где соединены акробатика и хореография. Это наши золотые призеры на международном фестивале «Мегаполис» в Белгороде. Ну, я могу тут бесконечно говорить о наших коллективах. Ну, действительно, ну, я думаю, в любом случае какая-то информация, все есть на сайте, можно обращаться, и за любым вопросом можно рассмотреть. У нас остается с вами буквально минута до конца эфира, поэтому я предлагаю вам обратиться к вашим будущим студентам. Прямо можно в камеру. Позволите мне, Алексей Затанович. Уважаемые выпускники, если вы хотите открыть лучшие черты вашей личности и в то же время сформировать необходимые какие-то качества, которые вам в будущем будут служить не только в вашей будущей профессии, но и в жизни, то есть собранность, ответственность, креативность мышления, приходите к нам в СамГУПС, мы поможем вам не только получить профессию, но еще и раскрыть себя как личности. Ой, как красиво, спасибо большое. Но я думаю, вы присоединяетесь к словам коллеги. Безусловно, присоединяйтесь. Спасибо вам большое, что были у нас сегодня в эфире. Я надеюсь, что ваши студенты будут прославлять наш город. Но почему только наш город и нашу страну, возможно. Мы ждем в студенте. В любом случае, я думаю, вы ими гордитесь. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Что ж, дорогие друзья, я думаю, для абитуриентов и для их родителей наш сегодняшний эфир был очень полезен. Я же с вами прощаюсь до следующей недели. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!